МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния. Программа события. В студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. Продолжение следует. Надей Соловей и председатель Гомельского областного совета депутатов Екатерина Зинкевич обсудили с главой Брянской области многолетнее сотрудничество России и Беларуси. Говорили о 50-летней истории международного фестиваля «Славянское единство». Александр Богомаз поблагодарил белорусскую сторону за масштабную реконструкцию монумента дружбы на границе трех государств. Празднование Дня партизан и подпольщиков начинается на одной из центральных площадей города. Первые лица области и гости возлагают цветы к вечному огню у монумента воинам и партизанам-освободителям Брянска. Центр торжества по традиции – мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Здесь разворачивается большой праздник. Гостей встречают народные ансамбли России и Белоруссии. В Брянск приехал легендарный советский и российский актер Василий Лановой. Глава региона Александр Богомаз приветствует почетного гостя. Вся делегация под народные песни направляется к мемориальному комплексу «Гордости Брянщины». Он врага без пощад навозил над Берлином победное знамя. Цена правды своей подрузил. Память, память за собою позови В те далекие промчавшиеся дни То друзей моих ушедших оживи А друзьям живущим молодость верни Память, память за собою позови Памятный митинг начинается у вечного огня. В первых рядах партизаны, участники и ветераны Великой Отечественной войны. Над мемориальным комплексом величественно звучит песня, ставшая гимном Брянской области. В 1942 году она была написана по просьбе партизанов брянских лесов. К подножию вечного огня ложатся красные гвоздики – символ памяти тех, кто отдал свои жизни за свободу. Особое внимание и почет ветеранам – тем, кто день за днем приближал победу. Я была в партизанском отряде имени Сталина. Была медсестрой. Очень часто я сопровождала людей, которые шли подрывать вражеские поезда. Очень часто мы попадали под обстрел и были среди нас ранены. И очень нужна была моя помощь. Вспоминаю я этих ребят, которые ходили с нами. Главное событие праздника – вручение грамот партизанской славы населенным пунктам области. На площадь вносят копию знамени Победы и знамена партизанских отрядов. Сегодня на Брянской земле встречается лишь небольшая часть уцелевших знамен Белоруссии, Украины и России. Грамотой вручает народный артист Советского Союза Василий Лановой и герой Советского Союза Иван Кашин. Первыми почетное звание получают село партизанской славы Солтановка Навлинского района и Игритское Камарического района. Звание поселок партизанской славы присвоено Дубровке. Деревня Старокрасная Слобода Почебского района – населенный пункт партизанской славы. Дубровская земля, партизанская земля, где действовали несколько партизанских бригад. Подполье Дубровское, подполье Сещенское, интернациональное, о котором знает весь мир. Исторические факты, герои, документальные свидетельства. В центре партизанского движения Брянщины в этот день воссоздается история. Для гостей праздника начинается интерактивная экскурсия. Позвольте узнать, кто такие, куда следуете. Секрет. Секрет? Хорошо, тогда будем разбираться, пройдем к командиру. Товарищ командир. Театрализованные постановки, быт партизан, музейные экспонаты. Выставка подготовлена разными районами области. Каждый рассказывает свою историю подвигов народных мстителей. Вот этот конкретный комплект сформирован на основании фотографии бойца дядьковской партизанской бригады. Вам с собой ничего. Конкретно телогрейка того периода, подсумки, немецкий трофейный ремень, немецкая граната М-24 трофейная. Здесь же можно увидеть, как партизанские отряды выпускали газеты во время войны. Так работала типография дядьковского партизанского отряда. И так получается газетка у нас «Народный мститель» 1943 года. Праздник охватил весь мемориальный комплекс. В этом году он отмечается в десятый раз. Инициатор его создания – Брянская область. Каждый год этот день объединяет все больше людей разных поколений, стран и городов. У нас одни исторические корни. Мы сотни лет строили свою дружбу, добрососедство, взаимопонимание. И сегодня очень важно, что мы это не растеряли. Вот вы видите, что сегодня присутствует молодежь. А молодежь у нас как объединяющее звено между прошлым, настоящим и тем, которые будут строить будущее. Я считаю, что эти мероприятия, как славянское единство, как памятная дата России, день партизан и подпольщиков – это очень важно для нас, для нашего будущего. Это такой хороший пример, когда молодое поколение уже на сегодняшний день, несмотря на все какие-то политические нюансы, которые есть, понимает, что самое главное – это общение. Самое главное – все зависит от нас. И мы должны своим примером показывать, в том числе иногда, так сказать, внимание и говорить старшим коллегам, что молодое поколение – оно вместе. В этом году в Брянск приехали представители Латвии, Литвы, Эстонии, Сербии, Белоруссии и Украины. Многие из гостей уже не в первый раз на Брянской земле. И русские, и белорусы, и украинцы воевали вместе, вместе побеждали. Наверное, это очень дорогого стоит, потому что эти вещи символические, которые, наверное, держат наш народ вместе. И, наверное, помня вот такие вещи, мы понимаем, что это наша земля, что это наша история, что это наша общая победа. Очень красиво здесь построили. И, в принципе, сам масштаб этого реала, он впечатляет. То есть, конечно, новая техника – новая техника, но когда ты видишь эти фамилии, ты видишь эти... Это отличный огонь, это отличный огонь, это отличный огонь. Это наглядно. Центром торжеств стала партизанская поляна. В наш регион прибыли делегации из Республики Беларусь, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Сербии, регионов России. В этом году торжества совпали и с полувековым юбилеем фестиваля «Славянское единство». У главной сцены под гимны трех государств стартовало празднование 50-летия международного фестиваля «Славянское единство». Многоцветный, яркий хоровод, народные костюмы, калейдоскоп национальных песен и танцев, полувековая история, которую писали вместе, и узы, которые не разорвать. Брянская область без преувеличения стала центром славянского мира. Сегодня мы собрались с вами на священном месте партизанской поляне. Месте, где был дан старт началу партизанского движения сопротивления на брянской земле. Здесь плечом к плечу сражались врагом русские, белорусы, украинцы, молодолане, гагалузы, армяне и многие-многие другие национальности. Все они были большой семьей, единым народом, готовым умереть ради родной земли. Отсюда они уходили освобождать Белоруссию, Украину, страны Европы. Символично, что именно здесь мы открываем международный фестиваль «Славянское единство», в котором принимают участие наследники поколения победителей. Те ради кого сражались и отдавали жизнь славные воины, партизаны и подпольщики. В 1967 году за активное участие в партизанском движении «Мужество и стойкость», приявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Брянская область была награждена Орденом Ленина. В 2010 году город Брянск стал городом воинской славы. С этого года мы в Брянске по решению Брянской областной думы присваиваем высокое звание город-поселок, населенный пункт партизанской славы. За это время 19 населенных пунктов Брянского края удостоены этого высокого звания. Эта добрая традиция продолжается и сегодня. В прошлом году именно нашу область выбрали в качестве площадки для проведения международного форума победителей. И город Брянск на один день стал столицей некогда Великого Советского Союза, где принимали участие все бывшие союзные республики. И специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил создать в нашем регионе историко-научный центр по изучению и формированию архива партизанского движения и подполья. Это новое признание, неоценимый уклад брянских народных встителей в Великую Победу. Сегодня, десятки лет спустя, брянский край продолжает бережно хранить идею единства и дружбы. Этой благородной миссией служит и фестиваль «Слоянское единство», которому исполняется 50 лет. Городская сторона в этом году нам всем сделала очень хороший подарок. И вот я сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать огромное слово благодарностью руководству Гомельской области, которые по своей инициативе полностью восстановили мемориал. Этот памятник является символом не только сегодняшнего светлого праздника, но и всего славянского братства. И сегодня хочу сказать огромное слово благодарности нашим ветеранам. Вы совершили подвиг, подвиг во имя нас, ныне живущих. Вы подарили нам великую страну. Вы подарили нам право гордиться вами, гордиться историей. Вы подарили нам право быть великим народом, наследником великих поколений победителей. И сегодня здесь присутствует наша молодежь. Я хочу тоже пожелать вам, дорогие ребята, чтобы вы были достойны, достойны продолжателя своих предков. Чтобы вы общались, дружили, создавали коммуникации, находили друзей и продолжали те славные дела, которые подарили нам наши предки. Спасибо. Я весь день нахожусь в потрясении. Я здесь бывал в этих местах после войны. Молодым человеком прошло много времени. Но вот сейчас праздник славянского единства проводится на такой высоте замечательной. Места здесь такие стали грандиозные, что я нахожусь весь день в потрясении. Когда сюда приезжал здесь сразу после войны, здесь много было очень таких и мрачных вещей, разрушения. Сейчас лес какой-то волшебный, царский. Славянское единство должно стать главным в нашей жизни. И тогда никакой дикарь не полезет на нашу страну. Делегация Белоруссии, Украины и многих союзных республик сегодня на нашей партизанской земле. Мы сегодня преклоняемся здесь тем, кто стойко стоял, создавая второй фронт. Партизаны нашей брянской земли, формируя здесь партизанские отряды, под откос пускали вражеские эшелоны, громили танки. Приветствую и поздравляю вас от имени полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева. Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С праздником! Несмотря на то, что сегодня государственные границы разделяют славянские страны, важно помнить про общие корни. Прошло четверть века, как мы стали самостоятельными государствами. Однако, родство братских народов диктует нам необходимость объединения политические и экономические сообщества, так как союзное государство Евразийский союз. Пусть общие истоки славян напомнят всем, насколько необходим нам быть вместе, жить в мире и согласии. Наш долг оставаться достойными наследниками поколения победителей. Дорогие, это моя оценка к вам, к тому, что здесь сегодня происходит. Друзья и братья, это факт, который нельзя оспорить. И этот факт никто никогда не сможет у нас отобрать. И нас, когда мы вместе, никто не сможет победить. Сегодня великий советский и российский артист Василий Семенович Лановой у меня спросил, что же вы натворили. И вы знаете, я не знал, что мне ответить. Я сам думаю, что мы натворили. То, что у нас происходило эти четыре года, это представить невозможно и ответа дать на это невозможно. Но мы одюжим. Я приезжаю из страны, где тоже во время Второй мировой войны было очень сильное партизанское движение. И наши партизаны, конечно, боролись вместе с солдатами Красной Армии в боях за освобождение Югославии. И если учесть этот факт, тогда становится еще раз, становится понятным, почему мы братья, почему наши народы братские. Да, это разные страны, разделенные границей. Да, нынешние латвические политики-реваншисты пытаются переписать историю его года тем, кто воевал на стороне гитлеровцев. Но пока мы живы, мы говорим следующим поколениям правду, какая она есть без прикрас и без реваншистских купюр. И это прекрасно, что нас, представители Прибалтики, приглашают в Брянск, где мы можем прикоснуться к исторической правде, чтобы в дальнейшем, зарядившись мощной, позитивной энергией на Святой Брянщине, нести эту правду грядущим поколениям латвийцев, жителей Эстонии, жителей Литвы. Подарком для гостей праздника стал большой концерт. Славянское многоголосие. Напевы понятные и знакомые каждому. И песня, песня, и девичья, и летит с алясным солнцем свет. И бойцом на дальнем пограничье, от кацу шеверенок привет. Ты дай такий ответ, яка чудова майска нич, весна и декрасу несет. А в тигрессе ради все. Я обнимаю ей колые плечи, живи, макуля, живи, пути вечной. Елена Лыщицкая, Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов, Сергей Дюков. События Брянской, Брянский район. Уникальный талант, благородная статья и харизма. Его экранные образы покорили сердца миллионов зрителей. Легендарный Василий Лановой провел творческую встречу с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Ровесник». Тема войны и победы занимает особое место в творчестве Василия Семеновича. Рассказывает, как в 41-м году немцы непрерывной колонной шли через украинское село, в котором жил Василий Лановой. Один из немцев выпустил автоматную очередь над головой у мальчика. Семилетний Вася потом много лет заикался. Это была сплошная оккупация немцев, фашистов. А этот лес, эти места Брянщины – это прямой ответ, направленный в свое время немцам. И когда много-много лет назад, после войны, я приехал сюда, на Брянщину, я был. Так, лагерей еще тогда не было. Но меня водили по этим местам, где много партизанского движения было. Сыгравшего невероятную, могучую, победную, стать в этой страшной войне. К приезду легендарного советского актера воспитанники лагеря «Ровесник» за один день подготовили развлекательную программу. Не забыли и о традициях лагеря. Повязали гостю пионерский галстук. Самое главное было желание и настроение. И мы очень хотели, чтобы Василий Семенович оказался как-то в детстве. Поэтому мы даже, может быть, на этом прологе не уходили в историю, а вот именно такую картинку детства пионерского лагеря, чтобы создать его настроение. И нам кажется, что это как-то тронуло его. У нас в «Ровеснике» традиция. Люди, которые, ну, люди почетные, люди известные, которые появляются у нас в «Ровеснике», приходят к нам в «Ровесник» в гости, мы посвящаем в «Ровеснике». Творческая встреча продолжилась чтением стихотворений и, конечно, всем известной песней из кинофильма «Офицеры». Снова старых друзей узнаю, хоть им нет двадцати пяти, трудный Путин пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимались как один, те, кто брал Берлин. Картина «Полосатый рейс». В этом фильме у Василия Ланового был небольшой эпизод на пляже, но настолько яркий, что реплику его персонажа помнит каждый. В та группе в полосатых купальниках появляются тигры, он делает жжик и его сдувает с пляжа. Вот это моя самая любимая роль. Там некогда было ошибиться, ребята. Красиво плывут. Что? Вон так груб, в полосатых купальниках. У меня лично с таким большим человеком, человеком с большой буквы, конечно же, первая встреча. Лично я, человек, который был все-таки воспитан на советских фильмах, безусловно, очень ценю. И надеюсь, что и мои сверстники тоже знают такого человека. Более 60 лет он играет на сцене в Ахтанговском театре. А знаменитые фильмы «Алые паруса», «Анна Каренина», «Офицеры» принесли славу Василию Лановому. На картинах с его участием выросло не одно поколение. На самом деле для меня это значит очень много. Потому что очень большое количество фильмов, которые мы смотрим с семьей, периодически. Потому что фильмы наполнены невероятной добротой, невероятной историей. Безумно приятно, неожиданно. Я, если честно, не видела ни одной звезды, ну то есть какого-то знаменитого человека. И это первый человек, который, ну, знаменитого, которого я увидела вживую, которого я знаю. Это было удивительно. В своих фильмах Василий Лановой учит жить, любить и дружить. В этом и заключается секрет его актерского успеха. Мария Селивестрова, Анатолий Чикрыгин. События. Брянский район. В Брянской области, как и по всей России, 1 июля отмечают День ветерана боевых действий и локальных конфликтов. В областном центре митинг прошел возле мемориала Круговая оборона. С утра брянские ветераны вооруженных конфликтов собрались у памятника. Они приходят сюда для того, чтобы вспомнить прошлое и просто пообщаться. Памятный день пока имеет статус неофициального, но ветераны боевых действий надеются на признание даты на государственном уровне. Десятый раз он проводится, но все письма и все просьбы направлены выше для того, чтобы он был признан. В Брянске наградили самых активных молодых людей и девушек. Студенты, представители общественных организаций и муниципальных образований области получили благодарственные письма и подарки от Департамента внутренней политики Брянской области и Федерального агентства по делам молодежи. Ксения Кабыш в юной армии три года. Она старший помощник начальника штаба. Три раза прыгала с парашютом. Признается, бывает непросто, но Ксения уверенно идет к своей цели. Я хочу наравне, может быть, даже с ребятами, стрелять из винтовок, из пистолета Макарова, разбирать точно так же, как и они, автомат Калашникова, проходить полосы препятствий. Это очень интересно. Активная жизненная позиция и у Никиты Чапурина. Молодой человек состоит в Российском объединении школьников, воплощает различные проекты и принимает участие в жизни области. Российское движение школьников открывает большой простор для посещения множества хороших мест. Это лагеря большие, это океан, смена Орленок. И мне выпала честь в этом году поехать в Международный детский центр АТРТЭК. Достижения Ксении, Никиты и других активных ребят отметили Федеральное агентство по делам молодежи и Департамент внутренней политики области. Парни и девушки получили благодарственные письма и подарки. Сегодня молодежь действительно у нас активная, сами придумывают проекты, мы помогаем их реализовывать. Сегодня на уровне области и Российской Федерации много возможностей дается ребятам и самое главное, что ребята эти возможности не упускают. Более 30 лет я занимаюсь этой работой. Молодежь, как она была молодежь, так она есть молодежь. Просто новые направления, новые веяния в жизни. А за непринужденным чаепитием ребятам рассказали об образовательной программе добровольчества и фестивале Арт-Таврида, на который можно отправиться как участникам, так и волонтерам. Екатерина Пормон, Анатолий Чекрыгин, События Брянск. Теперь продать недвижимость станет проще и дешевле. Необходимость заверять сделку у нотариуса отпадет у тех, кто имеет недвижимость в общих долях. Если приобретается или продается доля целиком, ну то есть у нас вот 4 собственника на какой-то объект и соответственно все четверо мы одновременно продаем в сумме единицы, то в данном случае возможно осуществление сделки в простой письменной форме. Однако нотариальное удостоверение необходимо, если среди собственников есть несовершеннолетние или недееспособные граждане. В Почевском районе прошел региональный этап соревнования профмастерства «Лучший по профессии». Номинация «Оператор машинного доения». Брянщина участвует в конкурсе уже в 30-й раз. Победители ежегодно представляют область на всероссийских соревнованиях. 27 участников по одному из каждого района области. Соревнование «Лучший по профессии» село Милечь принимает уже второй год подряд. Площадку для регионального этапа конкурса по машинному доению предоставила одна из местных животноводческих ферм. Особенность нашего района в том, что у нас есть и крупные хозяйства, и очень большое количество крестьянских фермерских хозяйств, которые сегодня достаточно успешно работают, в том числе и в сфере животноводства. Это хороший пример, поэтому надеюсь, что сегодня наши участники будут трудиться и соревноваться в хороших условиях, ну и, конечно же, покажут свой лучший результат. Первое задание – сборка-разборка доильного аппарата на время. Анна Невидова в конкурсе участвует в третий раз – на рабочем халате, фотографии коллег и родного хозяйства. С техникой справилась быстрее соперниц. Каждый день разбираем, собираем, чистим аппараты, так точно, доим, коров, так точно, как и сейчас. Нормально, вроде пока начало ничего, нормально идет. С теми, кто считает доение женской работы, здесь могут поспорить сразу четыре участника. Владимир Чикет стал лучшим дояром в Новозыпковском районе. С уходом за домашним скотом знаком с детства. У меня мать была дояркой, я остался. Люблю животных. Давно работаете? Да, 18 лет. Помимо профессионального мастерства, оценка соответствия работы с санитарным нормам. Важна не только чистая форма, но и правильный уход за коровой. Победитель получит путевку на всероссийский этап конкурса, но остальные участники тоже не останутся без наград. За первое место 20 тысяч рублей, за второе место 18 тысяч рублей и за третье место 15 тысяч рублей. Каждый участник, принявший участие, но не победивший, получает от государства 3 тысячи рублей. Многие участники сегодняшних соревнований работают на небольших семейных производствах. С каждым годом животноводство Брянщины укрепляет свои позиции на рынке. В этом году семейные фермы дали с федеральной и с областного бюджета в пределах 7 миллионов рублей. Они покупают в основном доильное оборудование, кормовую технику, кормодобывающую технику и, можно сказать, улучшают условия труда на наших вермах. На всероссийском этапе конкурсанты от Брянской области уже дважды входили в десятку лучших. Организаторы верят, победа наших специалистов уже не за горами. Валерия Бурносова, Иван Зюрев. События. Почевский район. Выпускные прошли по всей области. Аттестаты об основном общем образовании получили и воспитанники кадетского класса 58-й школы Брянска. Кадеты получают свой первый в жизни документ об образовании. Аттестат, помимо изучения обязательных предметов, школьники занимались сотрудниками пограничного управления ФСБ. У нас есть множество внешкольных занятий, таких как стрельба, строевая подготовка, туризм. Все относится к военной тематике. Впереди у кадет старшая школа. Некоторые планируют поступить уже в кадетские корпуса. Что интересно, высокая нагруженность не пугает и девушек. Они также с охотой постигают военные науки. И в пятом классе я говорю, мам, я хочу быть кадетом. Мама говорит, ты подумала хорошо? Я говорю, да. И вот я теперь ученица кадетского класса, уже его выпускница. Дальше я думаю пойти все-таки по военному делаю. Отличившихся в учебе из дачи норм ГТО отметили нагрудными знаками кадетский класс. Награду вручает ассоциация кадеты Брянщины. По ходатайству администрации средней школы номер 58 было принято решение о вручении таких знаков. Они зарегистрированы в Геральдической палате при президенте Российской Федерации. Поздравили кадет и одни из их покровителей, представители национального благотворительного фонда. Регулярно проводятся мероприятия военно-патриотической направленности ГТО, в которых кадеты соревнуются между собой, готовятся к ним. Наш фонд поддерживает проведение этих мероприятий, организацию. У нас партнерские отношения ассоциации кадетов Брянщины. В этот день выпускается класс пограничного профиля, но в школе за последние 12 лет появились разные направления военной подготовки. У нас есть классы разной профильной направленности. Это и казачьи классы, с которыми занимаются казаки Центрального казачьего войска. Это пограничные классы, с которыми занимаются пограничники. Это классы направленности морская пехота, с которыми занимаются наши сотрудники, бывшие морские пехотинцы. В следующем учебном году в 58-й школе появится юно-армейский класс. Он станет первым в области. Артемий Маркелов, Сергей Дюков. События. Брянск. История подрыва Голубого моста в артефактах и лицах. На станции Выгончи Брянского района Московской железной дороги открылся привокзальный музей. Его экспозиция рассказывает о легендарной операции, проведенной брянскими партизанами в годы Великой Отечественной войны. На открытии побывала наша съемочная группа. Это живые свидетели тех событий, которые там происходили. К примеру, я хотел показать, когда-то это был автомат ППШ. Но все эти, он разорванный, у нас там висит макет рабочий, охолощенный. А это предмет, который был в бою, его разорвало. Представьте, что творилось. Все эти экспонаты найдены поисковым отрядом Московской железной дороги «Витязь» и стрелковой командой охраны Синего моста, известного в народе как «Голубой мост». Здесь оружие и бытовые предметы солдат. На многих следы пуль и осколков. Взрыв железнодорожного моста в районе Выгонич – одна из крупнейших партизанских диверсий за все годы Великой Отечественной войны. Мы хотели показать именно силу и мощь нашего русского человека, русского мужчины. Вот сейчас вы знаете, что очень много идут разговоров, что и партизаны уходили в лес и там просто пересиживали. Это неправда. Это были люди с большим стержнем, с патриотическим настроем и верой в победу. В Выгонежском районе это второй вокзальный музей. Всего их в области пока четыре. Инициатор и создатель – Московская железная дорога. Здесь все сделано силами работников и за средства МЖД. Посещать музей смогут все желающие. Гости поселка узнают больше об истории Брянского края. Это место, уверены создатели музея, станет еще одной важной точкой на туристической карте региона. Музейшим объявляется открытым! Хотелось бы отметить не только те города, а герои, которые у нас есть. Они занесены в Красную книгу победы. Но хотелось бы отметить и большой вклад тех деревень, сел, маленьких городочков, которые тоже своими стараниями приносили с каждым днем. По маленькому шажочку приближали победу. Создание вокзальных музеев – уникальный проект Московской железной дороги. Открытие новых интерактивных экспозиций планируется и на других железнодорожных станциях региона. Сохранить историю и рассказать о героических сражениях гостям и жителям области – главная задача проекта. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События выгоничи. Новости программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова